Привет, ребят! Сзади у меня Иван Дурак. Он печалится, потому что 1 сентября уже наступило, а мы сегодня рисуем море. Меня многие просят рисовать море, потому что лето закончилось и хочется продолжения. Я сейчас рисую пейзаж в трех цветах. Я возьму желтый и везде его буду использовать. Везде весь свой лист я покрашу желтым. Он у меня почти желтый, потому что я немножко рисовал. Кисточка может грязная быть, но не важно. Я не очень стараюсь, просто размазываю весь лист, рисую желтым, желтым, желтым. Старайтесь это сделать равномерно, но не очень стараться, чтобы не потратить на это слишком много времени. Потрать на это одну секунду или одну минуту, но не больше. Вот так. Побольше воды, побольше желтого и побольше кисточку взять, чтобы побольше можно было размазать. Это очень просто. Ну и все-все желто. Вот так все покрасили. Такая желтая картина получается. Можно сказать, мы нарисовали кусочек солнца. Нет, она немножко крутится, но это ничего. Можно ее приклеить, но я стараюсь делать все это прям в прямом эфире, не делая какие-то прибамбасы, потому что дети этого делать не будут тоже. Давайте следующий. Следующий я возьму оранжевый. И нарисую вот здесь, ровно посередине, такую оранжевую полосу. И начну эту полосу размазывать вниз. Видите, я сделал оранжевую и размазываю. Еще макну оранжевым и еще размазываю сверху вниз. Вот таким образом размазываю до самого конца. И стараюсь размазать вот так вот поровнее. И тоже размазывайте и прям получайте удовольствие. Туда-сюда, туда-сюда. Начинайте, когда макнете оранжевым, начинайте сверху. А потом вот так вниз идите. И получается у вас такой вот раскатик. А от оранжевого к желтому. Достаточно здорово получается. Здорово. Теперь берем еще раз оранжевую и сверху, сверху, с самого верху до самого низу опять делаем раскатик. Побольше воды при этом используйте, чтобы это все размазалось как можно ровнее. По возможности. Вот так вы сделали. Отлично. Теперь нам нужно чуть-чуть подождать, чтобы нарисовать солнце. Солнце у нас желтое, а вот оранжевое, вот здесь оно желтое будет. Вот так я его рисую. Вот так раз, два. Видите, желтенькое, но не до конца. А здесь оранжевое. Получается я рисую все оранжевым, кроме солнца. Вот оно получается у меня оранжевое. Солнце желтое, а цвет небо оранжевый. И его хорошо видно. Теперь секунду мы ждем. А пока ждем, можно взять немножко красного и чуть наляпать красного вот здесь. Чуть. Вот так я наляпаю красного здесь и чуть-чуть сверху. И еще немножко углублю свое небо. Как вы поняли, вот это небо, а это море. Так можно какие-то такие волны показать. Вот так я показываю. Все это здорово. Здорово, 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 здорово. Вот получается так. Отлично. Теперь мы смываем тщательно кисточку. Берем черный цвет. Черного цвета понадобится немножко, но старайтесь не заляпать. Не сильно мокрую, а среднюю кисточку. Средней мокрости. Рисуем. Рисуем здесь вот. Например, отсюда начнем. Здесь у нас будет остров. Остров. Вот такой остров. Черненьким нарисовали несколько мазков. И вот наш остров готов. Теперь нарисуем пальмы. Пальма одна идет вот сюда. Пальма. Привет. Привет, конечно же, привет. Вторая идет вот сюда. И пальмы расширяются со временем. Отсюда, сюда, отсюда, сюда. И нарисовали три пальмы. Теперь нарисуем им. Здесь вот немножко трудновато кажется, но я думаю, что у вас эта проблема не возникнет. Просто нужно нарисовать несколько листьев. Такие вот они во все стороны торчат. Пальмы. Из пальмы торчат большие листья. В разные стороны торчат листья. Они такие вот так вот. Вот так. Здесь можно орехи нарисовать. Орехи висят. Здесь кусты на этом острове. Большие папоротники. И вот так рисуем. Рисуем, рисуем. Не останавливаемся. Прямо не останавливаемся ни секунды. Рисуем все новые и новые листья. Во все стороны отходят. Потому что тропический остров, он такой вот такой. И мы показываем его силуэт. Мы увидим только силуэт. Все очень-очень просто. Вот так вот. И побольше листьев у этой пальмы. Они такие пересекаются во все стороны. Можно так немножечко побольше. Вот здесь делать такие вот неровности. Видите? Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Но это если вы уже постарше и у вас есть терпение, то вы можете постараться. А если вы, например, учитесь в первом классе, хотите нарисовать море, пейзаж очень простой, то постарайтесь просто наляпать таких листьев, это уже будет красиво. Так вот я побольше сейчас сделаю мелкие рисуночки, но вы можете их не повторять. Немножко видно, что листья все неровненькие и кривые. Отлично. Теперь рисуем здесь как раз этот кусок немножко высох. И мы здесь рисуем корабль. Такую яхту. Яхту нарисуем вот тут. Яхта черным. Немножко воды. Яхта. Яхта такая вот здесь. Вот она такая яхта. И также она идет вот так. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Волны идут. Как-то здесь люди. Нарисуем мачту сверху вниз. Большой парус отсюда сюда. И закрасим его черным. Здесь нарисуем второй парус. Тоже все рисуем красками. Не останавливаемся. Даже если вы нарисовали немножко криво, не останавливайтесь. Это самое главное, не останавливаться. Нарисуем. Так. Нарисуем несколько чаек. Прям ляпами такими. Здесь можно рисовать, здесь кого-то нарисовать. Здесь люди. Можно нарисовать даже, нарисовать текелаж. Текелаж это такие вещи, я бы сказал, что это паруса и веревки, которые существуют. На парусных кораблях всевозможные паруса и веревки. Вот так лучше видно, как получается. И теперь вот этим черным нужно аккуратно, не испортив картину. Мы нарисовали несколько чаек, это хорошо. А вот здесь я, можно сказать, вытер свою кисточку, здесь добавил, добавил, добавил. Здесь несколько волн. И вот здесь мне хотелось бы сделать немножечко отражение моей яхты. Здесь она идет. Вот так вот отражение. Я такие рисую волны. И она отражается в волнах, но немножко колеблется. Все отражение колеблется. Вот так вот. Раз, 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 раз. И хорошо бы, чтобы оно было немножко прозрачное, не такое плотное. Я думаю, что у вас получится. И это очень простой рисунок. Опять-таки, все упрощено до максимума. Здесь тоже можно постараться нарисовать отражение, но совсем немножко. Вот так вот. Пальма идет сюда, пальма идет сюда, где остров. Можно побольше сделать черных волн. И здесь. Так, получается. Какие-то чайки летают. Такая картина. Сейчас я ее немножечко покручу, чтобы было видно, что она настоящая, простая. Ее легко повторить. Так я ее беру. И по просьбам телезрителей, подписчиков моего канала, мы нарисовали такую картину. Она очень простая. Рисуйте. Можно ее разными цветами нарисовать. Не только оранжевым, желтым, оранжевым, красным. Можно рисовать, например, в голубых тонах, например, или бирюзовых. Можно взять светло-голубой и темно-синий. И тоже получится здорово. Такие ночные пейзажи. Но вместо солнца будет луна. Здорово. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте, ставьте колокольчики, если вам это нравится. Если ваши дети рисуют просто это супер. Присылайте свои работы в Инстаграм. Рыбакин папа рисует. И ВКонтакте тоже. До новых встреч. Не уходите далеко. Сейчас будет продолжение. Я перехожу в седьмой класс. Ты уже совсем взрослая. Ну-ну-ну. Так, звонит опять Павлик. Алло. Алло. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok